Всем привет, меня зовут Роман, под ником я в игре Тестовик, вы на канале Руин Реном Гейм и гайд по танку Конкурт. Конкурт находится в ветке тяжелых танков Великобритании 9 уровня. Его главным достоинством являются орудия и хороший двигатель. Двигатель у него мощностью 950 лошадиных сил, а орудие имеет средний урон 400 и броневробитие 269 бронебойным снарядом. Прочности же у танка вполне, очень даже достаточно, 1950 единиц, но при его слабых бортах и выкладке, которая находится во лбу, это в принципе почти что незаметно. И сразу же о минусах танка, это его очень ватные борта, это по-моему самый главный бич этого танка, потому что я привык на тяжелых танках играть от гусли, от борта. Но на этом танке любой танчик с пробитием от 200 его пробивает вполне очень даже просто. Даже КВ-5 с голдой будет его шить борта вот даже под таким, наверное, углом, потому что борта у танка 51 мм, а задница всего лишь 38. Значит, ваншоты от арты очень даже частые. У меня вполне, чини меня вообще не ваншоте, это еще ни разу, мне только взрывали бою кнопку, а арта мне ни разу не убивала. Так, еще один главный минус танка, то что у него, как бы, вроде заявлено в орудии 400 средний урон, но, как бы, показала практика, что 400 урона вылетает крайне мало. Обычно вылетает урон от 370, 300, 340. При его зарядке 9 секунд это очень даже нехорошо. Экипаж у меня сидит с конкура, с Черчилля, я его качаю с 5 уровня, у меня уже почти третий перк, в следующем я для командира буду брать демонт, ну а все остальное вы видите сами. Расходники вы видите сами, 15 голды с собой вожу, кстати, о минусах. Еще у него очень маленький боекомплектик. Также я вожу с собой вместо бензина, я вожу с собой ручной огнетушитель, потому что танчик довольно-таки часто горит. Ну и что же, переходим к бою. Как мы видим, я нахожусь в топе списка, это значит, что вполне можно спокойно будет нагибать. Десяток нет, арты всего лишь 2 и она 5 уровня. Это, конечно, еще я на нем редко катаюсь, из-за того, что арты довольно-таки много в боях такого хай-левел уровня. Ну и естественно, куда же я поеду? Я поеду всегда в город, в ТТ я еду всегда в город. Из-за чего? Потому что он медленный, сейчас вы сами все увидите. Он не сильно высокую скорость набирает. Это не Амикс 50-120 или не 50-100, это даже бой начинается. Не восьмой уровень, как было до него. Восьмой уровень довольно-таки хорошо набирал скорость. Каенчик мой любимый. Заряжаю голду, но потом я передумал, потому что все-таки все картоненькие. Обычно я люблю на этом танчике постреливать голду, потому что я на нем, во-первых, редко катаюсь, и чтобы была статистика высокой. А статистика у меня на нем высокая довольно-таки, 2000 урона среднего. Я иногда постреливаю золотом. Ну, в принципе, даже если кому-то завидно, просто фармите кредиты и золото сейчас, как можно выразиться, бесплатно. Ну что же, опять видите, я заряжаю ББшки. Этот бой я стреляю только бронебойными. И я хотел вообще, как бы, один обычным делом. Я вставал вот здесь и начинал танковать бортом. Но меня пробивали здесь все подряд просто. Мне это не нравилось. Я бесился, и сейчас я просто не лезу здесь. Я сейчас буду делать ромбик. Большой такой ромб, чтобы бок был не виден, а лоб только торчал. Вот я еду и еду. Еду и еду. Вот этот домик, от которого я обычно играю бортом, например, от КВ-5. И вот как я сейчас буду делать. Я вижу, что здесь едет ИС-8. Я просто не знал, что здесь 1 ИС-8. Если бы так было бы оно, что я знал, что только один. Я бы спокойно вылезал и давал бы шоты. Но обычно бывает, как один ИС-8, например, приехал вот здесь, и он засветился. А другие могли вот ехать вот за ним вот тут. И могли быть не в свете. И я не хотел получать лишние дамаги, потому что ХП вроде много. Но при его минусах это почти что незаметно. Вот вижу, что меня засветили. Значит, скорее всего, ИС-8 здесь не один, потому что ИС-8 был за зданием. Я хотел разворачиваться, но подумал, что... Да ну нафиг, сейчас посредит ПТ-шка. Востоковая. Ее не жалко. Пишу, что она бы осветанула. Вижу, что ИС-8 реально один. И вылезаю, и даю шот. Вылетает 383 единицы урона. Это очень мало на самом деле. Хотя должно быть 400. На 50 меньше, чем обычного. Так что вот. Даю еще один шот. И он мне тоже дает один шот. В принципе, я остаюсь в плюсе, потому что я нанес 751 урона, а он всего лишь 421. Так что, размены в мою пользу. На нем также можно разменивать спокойно свою ХП, потому что ХП, как я сказал, очень даже много. Вижу, что едет КВ-4. КВ-4 довольно-таки опасный враг, но для моей пушки это... Его броня просто нивелируется ничем. Вижу лаше. Он повернул от меня, повернул. Я опять же даю ему шот. Кстати говоря, куда мне пробил ИС-8? Он мне пробил верхний бронелист. Так что... Верхний бронелист такой же тонкий. Такой нижний. Видите, меня сейчас попали в нижний бронелист, или даже в шот, или даже нижний. И под таким углом просто его не пробили. Это очень даже здорово. Тут мне дает Лёва непонятный урон в бок. Вот видите, урон он попал. Я думал, они не такие реактивные, но все-таки он попал. Ну ладно. Фиг с ним. Вылезаю в доль шот. Меня ставят на гуслю. Я сразу чинюсь, потому что так стоять нельзя. Они мне могут тупо сейчас снимать автоматически гусли, потому что он стреляет в передний каток. Видите, еще раз дали дамаг. Еще с гуслей, потому что у него, видите, белом подсечены. Это значит, что если стрелять в передний или задний каток, то буду еще проходить дамаг, помимо того, что она снимется. Хотел попасть в командира скубашинку. КВ-4 не попал. Повредил тоже командира. Смотрю, что КВ-4 отвернулся. И даю спокойно шок. Вот все. Это конец боя. Сейчас мы будем убивать ой, господи, это Т-34, который здесь даже тусовался. И я бы его, в принципе, убил, если бы не наши берунги. Вот он, Т-34 этот. Который хотел позбивать захват, но если знать, куда стрелять, а стрелять нужно в щеки, возле маски, орудия, то спокойно можно пробивать даже с КВ-5 без голды. Вижу, что сейчас нашу базу захватят, чини вражу, даю еще один шот, и все. Если бы они базу бы не взяли, то я бы его спокойно убил. И на этом у меня все. Ну вот, вы посмотрели мои реплеи. Если вам они не понравились, ставьте лайк, подписывайтесь и комментируйте. И с вами был Иван Аман, канал ErrorInternetGame. Удачи, приятных нагибов. До новых встреч.